Всех приветствую на своем канале. Я уже не помню, когда месяц, наверное, точно пообещала СМР с чайными пакетиками, которые мне попросили пожуржать, рассказать, что за чай. Единственный момент, я не совсем помню, что, какой чай от кого, и какой я покупала, какой родня дарила, кто из подписчиков тоже прислал. Поэтому я просто, чтобы никого не обидеть, ну, мало ли людей обиду, буду мять, говорить, что за чай, как его лучше принимать, в принципе, и, возможно, надеюсь, вас не смутит, буду пить свой черный чай, заваренный в чашке, с гавельским бальзамом, возможно, даже в цитере на тень. Вообще, у меня сегодня весь день не то, чтобы все из рук валится и падает, и разбивается, на самом деле, просто сначала сломалась вот эта щуточка с третьего раза, я ее соединила, потом молоко в кашке внезапно решила в самый последний момент откинуть копыт, потом пуэрс вишни, который мне девочка из Женя из Питера присылала, не в бумажном пакетике, а в другом пакетике, решил, вчера вечером заваривала, решила откинуть копыт, то бишь, стал по вкусу, по запову, как вот, про ту шерпус, я думаю, кто пьет буэр, и иногда забывает, но вот день-два стоит этот буэр, три стоит буэр, вот этот обычно три по шаре, и тохнет, вот поймет меня, каким ароматом пахнет, в общем, как-то все вот так вот, вместо кашки пришлось варить макарошки, ческу, мясо еще чего-то там, и очень хочется молока и какой-то непонятной штуки, но мне дофига шоколад, у меня даже вот конфеты тут, тоже конфеты, шоколад к чаю взяла, беларуские, ну как там, в общем, последний АСМР на этой хате, скажем так, это у нас зеленый чай, ночь клеопатры, но если я вспомню, то я буду, конечно, говорить, кто-то риэлдеру, потому что сейчас вот у меня вот в голове выяснилось, что это моя тетя дарила мне крупный китайский зеленый порох с кусочками ананаса, папайя, винограда, цветками маревых виногатками, липские розы с вкусом ракуи, я думаю, такой можно сделать, можно заварить, допустим, летом, когда жарко, или просто в любое время суток, в любое время года, когда захочется просто такого чая. Вот, Машке, моей подружке, такой чай нельзя, у нее аллергия на ананасы, а у кого нет аллергии, я думаю, где можно. Я, конечно, протестила камеру на момент шепота и с перпенитой бумажкой, но я не знаю, там есть, конечно, всегда найдется кто-нибудь, кто вякнет в камеру, что ой, кровавка, ой, тихо. Но я надеюсь, что как-то это гармонично вышло. Да, это чайная, русская чайная компания, в принципе, у них неплохой чай. Вот на развес, вот так. Ройбуш, утро не вердите, тоже, по-моему, от моей тети, ей там кто-то, ну, как она, учителя, учителям, так же, как иногда и львям, стабильно дарят всякие подарки, всякие дети, не только дети, короче, ей кто-то подарил набор, вот, те чай, которые она считает, что их, типа, пить нельзя, но на ней нравится ей, и знают при этом, что эти чай любят, а она не дает. На строй, буш, утро не вердите, как я уже говорила, этот чай считается не только приятным, но и очень полезным, придающим энергии, укрепляющим здоровье и даже продлевающим жизнь. Заметьте, кстати, у меня есть, кажется, в плейлисте моя чайная коллекция «Обзор Ройбуша». Ройбуш с кусочками ананаса, виноградом не попали, без камероза, ноготков, василька, ароматом, малина и маракуйя, на самом деле, взятых на день, тут совершенно лишний, он сам по себе очень даже вкусный. И вот из-за того, что в нем есть ананас, а моя подружка Машка, если я не буду накормить то, что вы любите, но она может пить этот самый Ройбуш. Короче, вот этот чай, если бы я пошла невкусить, мне бы его нельзя было брать, потому что у нее на ананасы аллергия. Если у вас нет ананасы аллергии, то, пожалуйста, попробуйте очень вкусный чай. Его можно, в принципе, заваривать летом, когда жарко, так же, как вот этот. А можно и, когда хочется, вот, когда очень хочется Ройбушистка, или какого-нибудь такого интересного чая, может быть, мне хочется интересного чая, после того, как запишу этот видос, я там поеду в библиотеку, повезу кое-что, кое-кому, а потом еще к розничкам, ибо у нас сегодня преддверие Пасхи православной, и если ваши люди, точнее, вы верующие в Иисуса Христа православные, и ваши родственники тоже в курсе, там печется Пасха, валяется этот кулич, ну, в смысле делается творожок, и все такое прочее, приеду и заварю себе чай, перед вечерней оборкой, в той гаде. Я, правда, не совсем уверена, что именно от меня ожидали, может быть, я не так умную, или надо говорить иметь. Иисус Христа православной, черепорка чешется, хотя я ее мыла сегодня. Я раз тут осталась, скорее всего, рога уж хорошая, но его, чтобы заварить, так прилично, так надо довольно много, ну, допустим, чтобы несколько чашек выпить или на чашку, вот на такую, надо пару лошек, наверное, с горкой, если не три, относительно того же, зеленого или черного чая. еще один, тоже русская чайная компания, как вот этот. И вот этот. В принципе, у меня тут в этих пакетиках две фирмы, это русская чайная компания, РЧК, это у нас чай, зеленый порох, сестры мне дарили на 8 марта, китайский скрученный зеленый чай, полезен для пищеварения, прекрасно сочетается в приеме пищи, нейтрализованной изходности, содержащиеся в чаю, гадеихин и тернин, полезны для здоровья. Причем, раньше я пила исключительно зеленый чай, типа порох, то бишь порох, как он паудер. И я так подозреваю, что они помнят, что с тех времен, когда он только начала пить нормальный чай, а не то, что называла моя родня моча ослиная, то бишь очень сильно разбавитый черный чай, холодного типа, остывший, холодный, черный чай по цвету, как следой зеленый. У меня подруга мамы долго-долго еще спрашивала, тебе нормальный чай, или как обычно холодный, непонятно что. В общем, я потом подсела на зеленые чаи, матрии, и если матрия, ну понятно, лед и покупала, а зеленую часть, например, покупала в разных в коробочках, именно порох. я зачем-то понюхала чай. Вообще чай, чай и нюханьем не страдаю. Как интересно пахнет. Нет, есть чай, который сами по себе уже пахнут, нюхать не надо, там вот аромат такой есть, это вот копченый чай, не помню сейчас название, нормальная, лапсат к сушенку, вроде как, монитор потух. Почему-то я сейчас лапсат к сушенку в голове спутала, подумала еще про ассам, ну ассам просто черный чай. Он не настолько просто, но все же более черный чай, чем лапсат к сушенку. Еще форму заолон, как бы точно среди, у меня почему-то на одной линии такой по ароматов вкусу. Мне кажется, что они как-то чуть-чуть друг на друга спахивают. Ну, около 50 грамм. Сейчас, наверное, чуть меньше. Палочки еще из первого магазина украинского с чаем на развес, который раньше был в идеале, двух добрый дней. Добрый день в центре, которая сейчас с Дикси напротив Зуриковской библиотеки. Там был небольшой магазинчик и еще в самой-то при небольшой магазинчик на том же месте сейчас магазин ваш чай, если он не переименовался и не изменился, вообще там не была. Ведь раз, как была, записала обзор, мне еще лично человек написал потом, типа, ну я так поняла с претензией, ведь вы хотели, чтобы я ведь его налила. Пускакова радость, не вроде как нормальную рекламу сделала. Короче, вот эта палочка еще с того первого чайного магазина и сумочка. Слушайте, так музыкально, когда его щупаешь, вот я вдруг стала щупать вот сам пакет с этим чаем, а не пакет без чаем, там где чай нет. и так как-то музыкант все-таки не просыпается. Хотя я совершенно не понимаю, как вот этих шуков никаких мурашек никогда не чудовало. Лимонный мотэ. Неуверенно, или сама покупала, или тетя дарила, или кто-то присылала. В общем, чайная компания мотэ, лимонный мотэ. Парагвайский чай мотэ, я сейчас зимула. Имеющий термкий вкус с ароматом лимона, пьют мотэ при губственном удобрении, головных болях, он ухудшает способность концентрации, внимание, подавляет ощущение голода. Если вы хотите похудеть, но при этом ширите дофига, то укунцы, но ведуя вам мотэ. Или мотэ с лимоном, или мотэ просто. Ну и вообще, у меня есть плейлист, по отчаянной коллекции, или как-то так. И вот там есть один видос, помню, запрос, бог-то посвящен мотэ. Если интересно, то можете посмотреть. Ну как бы там, не АСМР, а именно конкретно нормальный обзор. И, конечно, в видео можно и в чайничке заваривать, и в колебасу мобили. Но это опять же отзыв, как вы видите, в видео. Зачем я его понюхала? Пахнет так странно, когда нюхала мотэ с лимоном. Почему-то ассоциация между скипетаром и каким-то маслом, как лаком, точнее, которым по дереву мажут, и потому, что одно время страдало, какие-то деревянные вековины, лаком умазывало в дерево смазание. Какой-нибудь такой, вот когда уже картина с масляными красками высохла. Вчера убирала коробочку с масляными красками, которые мне телеварим подарил. Подписывайтесь. Два года назад, для уж не помню. Ну, как-то так. и вот вся моя чайная коллекция на этом столе закончилась. На самом деле у меня еще там где-то обрано. Просто вот эти все пакетики стояли на полке на кухне, и я периодически что-то из них заваривала. Это вроде как только собиралось. Я же не знала, что у меня так внезапно случится в прошлый вторник в продаже квартиры. То, что, знаете, когда долго ждешь, хочешь, чтобы оно наконец случилось, когда оно случается, вот у меня, честно, был шок. Это у нас вишневый йогурт. Все-таки хочется рассказать, кажется, это у меня от Елены из Минска-Москва. Если в пухту я думала, я не помню, смотрит Елена АСМР, но я в душе вписала, потому что в пакетике кондата, они настолько высокие, даже если так небольшое количество чая, очень неудобно доставать чай, чтобы достать ушки, я поэтому обрезаю, когда вот уменьшается чай, я обрезаю побольше. Вишневый йогурт кондата, черный крупно-листовой чай с ягодами чай, лиской, вишни и кусочками йогурта восхитительной напитой прекрасно удаляют жажду, а также дарят дерзкие фруктовы. Вкусный сливочно-вишневый добавили в вкус. Сзади очень люблю черный чай с вишней или зеленый чай с вишней или буерз вишней, короче, если в другой счете делать подарок или там сказать свои как-то спасибо, Лёля, за труд, то не только словами, чем-то таким, то будут иметь их в виду. Ну и вообще вам советую очень вкусно, если вы любите вишню, любите чай, сочетание очень классное и да, типа там полезное, то все. а вот здесь как-то, ну вот сравнительно с другими чаями, которые я решила что-то поднюхать, вот оно как-то не настолько специфически странно, непонятно, не знаю, чем пахнет, я не учуяла как-то вот такого конкретного запаха, чтобы он как-то залечил. значит здесь нету химического ароматизатора обычно, потому что если вы берете чай на развес с какими фруктами и там резко так очень сильно или ясно так вот конкретно пахнет уже из коробочки, открывают вам коробочку и смотрите вот этот вот чай на развес как он выглядит там зеленый с чем-то, допустим, да, и он при этом пахнет очень сильно и ярко с какими-то, ну допустим, чай с малиной, да, он очень сильно пахнет такой насыщенной малиной, чем насыщеннее оно пахнет, тем более химическим. В общем, если очень сильно пахнет, то там химический ароматизатор это вот на заметку, а если он чуть плавее, но пахнет, значит и кусочки какие-то есть или просто нет кусочков, но вместе оно сушилось, готовилось, то это натуральность. я наверно его заварю еще, допью скорее всего в этой квартире. слойная малинка, помню кто-то дарился подписчиков, не помню кто, поэтому не буду наукат говорить, но спасибо дарившим. Кондата тоже, слойная малинка, купаш на основе китайского зеленого чая с добавлением сладкой попали, сущного яблока и ягод малины отлично удалит жажду новых вкусов и впечатлений. Можно пить как в горячем, так как в холодном виде, в холодном не пила, кажется не модно, но в горячем очень вкусный чай. Если там что-то грохнуло, надеюсь все-таки это было не слышно, это у нас кто-то снизу из любителей ставить машины прямо у подъезда, шарахнул дверью своей любимой машины, подозреваю, но была бы нелюбимая, хотя, наверное, нелюбимая сейчас еще заводится, очень надеюсь, что не слышно, как он заводится, потому что я не знаю, как бы это вырезать, и времени у меня совершенно нет, чтобы еще и монтаж делать. Короче, это к тому, что люди, которые очень не любят свои машины, они держат их не в гараже и не на площадке на держании машины, они держат их у дома, в грязи, в черт знает какой погоде, под зелом, под снегопадом. Я бы запрещала людям покупать машины, если они не хотят ее ставить в гараже, для них имеют гаража. и снова я потух в монитор. сушеные, кто это у нас, по-моему, это все-таки, это маленькая, обзобаченная этими самыми чейнгами. Может, папайя, как знает. Нет, малина. Большая у нас дедушка сортовую малина, но я люблю, вообще, но дедушки уже до лет нету. Короче, лет 20, или 18, сколько-то лет дедушки уже давно нету. в общем, желтая и красная малина, вот такие вот ягоды были треугольные, очень вкусные, сладкие. Вообще, очень люблю малины. Бабушка, которая, к сожалению, уже умерла, у меня, я села, работу в отдельный плейлист, у меня есть в ранних видео, когда я скидывала там эти пейты, выступления, что там, это вроде плейлист называется, аитушка Баря, она очень классная, в общем, очень такой крутой человек, я, в общем, месяц назад, наверное, узнала совершенно случайно, что она умерла, конечно, и уже было 80 с чем-то, в общем, очень классный человек, и она мне дарила в свое время банку с малиновым вареньем, я у нее ни разу не была, ну, как-то, не деревенские, она мне говорила, что, ну, как стабильно, у нас классических деревенских жителей, у кого там косы, там еще животные есть, у нее, кажется, косы были, не знаю, кур или что-то в этом роде, животных-то века, короче говоря, гуси тоже, и вот у них всегда, как бы, грязно, просто некогда человеку убираться, это вот, я не знаю, тот, кто жил в деревне, или живет постоянно, меня поймет, про что я говорю, и когда я говорила, что очень хочу, мне приятно, она так стеснялась, что, типа, вот, там же мне не убрано, а у нас вот, в семей, в клане Смирновых, там деревня, где у меня, дача у нас, и совсем через дом, практически, дом, такой родовой, черепу худшую, мужа моей, уже умершей, двоюродной бабушки, у нее, вот, у бабнина, у нее всегда было, как некая, у нее было чисто, когда она убиралась, у нее чаще было, как-то, слегка грязно, не то, что грязь, но он чувствуется, вот именно, что семейный такой, вот, деревенский дом, про это я говорю, она как-то так стеснялась, это Аида, Виталиевна, и, что вот, если я приеду, а у нее, там, не убрано, ну, в общем, мне не получилось, ни разу у них, так побывать, но, у них, она говорила, очень много малины, нам с Машей, присылала бы, баночки малины, малиновое варенье, очень люблю, вот, если вдруг, тоже решите, чем порадовать, Лёлю, сказать свое такое, вот, очень, ощутимое спасибо, скажем так, то малиновое варенье, вообще, сверх всего. В общем, я бы о ней заговорила, я бы тут сделала отдельный периодист, у меня еще на компе что-то осталось, я не знаю, конечно, это чисто на любителей, но я делаю это чисто, как дань уважения этой женщине, хотя мне там писали, некоторые, типа, зачем позориться, то есть, я считаю, что тут у нее очень классные стихи были, жизнь у нее была тяжелая, насколько мне известно, у нее было два мужа, муж один алкоголик, муж нормальный, разница у них 20 лет, и вот тут они такие шикарные, она ему на 20 лет была старше, а он ее, как-то паучил, гонял, в общем, оба пускан. Еще один чай, у меня тут, вообще у меня тут, по-моему, 9 раз, 9 пакетчиков чая, белая сакура, кондата, тоже кто-то дарил, кубаш зеленого чая, паи, паи, мутан, паи, сейчас все потом, мутан, лунг, чинг, утренний туман, дарджелинг, насколько мне известно, дарджелинг, это вообще по-моему, где, мы как-то вот тут смешали, выезжая, уши, дали нам метр, кольчик, полки, с добавлением, жасминовых, жемчужин, ягод, вишни, кокосов, бутонов, рассолки, вишневого аромата, кокосовую весеннюю нежность, у Найдайной, со своими, у вас, цветущие, японские сады, короче, тоже с лишним, как-то так интересно, пахнет, не зеленым чаем, чем-то еще, я его заваривала, вот это вот, больше часа, а вот это так совсем, очень часто, осталась с нами еще на пару раз, и я решила, что тут скребила зубами, сердцем, еще чем-то, своим чайным чутьем, что сначала я все-таки обозрю в СМР, но питосер, потом уши добью, вообще по ценовой политике, мне кажется, РЧК, и на дело, то что расписное, оно может пару раз, или слегка дешевле, чем когда-то, по крайней мере, раньше, когда я покупала, допустим, в Контаке, или в Унзейчай, или на развесу, или чего-то, или где-то еще, где есть вот этот РЧК, то разница ощутимая была, хотя, по-моему, по качеству, они одинаковые, в этом плане, просто мне кажется, вот эти марки, они более раскручивые, ну и последние два, то у нас, что тут такое, вот по этой наклейке, я уже понимаю, что это чай, от кого вы думали, если вы не узнали эту наклейку, то я вам скажу, ну и так бы сказала, от Лены, из Минск-Москва, потому что это ее, на плечке-то, на греке написано, мой самый любимый чай, это самый любимый чай, Лены, подписчица, из Москва-Москва, это мечты китайского рябовника, зеленый, тоже, соответственно, гантата, китайский чай, сэнчу, очень люблю сэнчу, но, правда, я люблю ее все-таки, японскую сэнчу, изначально, потому что сэнч это японский чай, зеленый, ну, в общем, у нас зеленый китайский чай, сэнчу, с лепестками, розами, линками, кактусами, ирой пуа, без понятия, кто это такой, с несобавятных времен, мы ее пуа применяли как афродезиак, мягкий ненавязчивый аромат, вкус чая создадут гармоничную, а сверху располагающую к общению, и вот так, короче, если у вас хреновое настроение, и вашего парня, или девушки, или кто там у вас, если вы ЛКБТ, или как-то так, короче, если у вашего партнера, вместе с вами хреновое настроение, и вы готовы друг другу куловку, перекрызть, то заварите себе вот этот чай, приятный такой аромат, но не могу сказать чем, не знаю, как пахнут литые кактусы, у меня как-то кактусы отзвело, и сразу поняла, что это такое, все, у меня есть кактус, он уже в два раза вымахал, и я думала, его роднее отдай, потому что, ну, что-то я не знаю, там, конечно, подоконники очень большие, и на кухне большую окно, и в комнате тоже, но что-то не хочется мне кактуса, я как-то его поливала, и случайно меня жепнула, так что я пальцем жирак, вносила этот кактус, у меня несколько иголочек, на пару пальцев повело, и меня родят, когда я звонила тетя, она говорит, быстро, там берег, все, ой, может быть, очень интересная работа, про свой чай я собрала, так, это я уже поспала, остался у нас последний пакетик, это, то есть последняя иголка по годам, я его покупала уже сама, в контакте в прошлом году, как-то была, ну, в Ярике, соответственно, потому что контакта, в Уклече не есть, а в Ярике она есть, руйбус, линая иголка, в южно-африканский, как раз на кустарниковый напиток, я себе пустила, задержит в себе много витаминов, железо, калий, кальций, натрий, и в торт, но что пустила, вот сейчас мне его надо, потому что я уже у меня 3 или 4, хотя в принципе сегодня у тебя я уснула, где-то был 3-3, в 3, я плюснулась в 9, с чем-то, но я как бы выспалась, но ух, 5 годов, мне и то рхошу, и постоянно зимаю практически, вот когда мы выбирались, тетей моей мебелью, я себе кровать заказывала, мечта идиота вообще, лет 5 хотела, кровать с ящичками, правда привезут в конце апреля, придется временно поспать в той квартире, да, или на раскладушке, если ты знакома, это тут, или на этой, и как и будет, с нам в то, и в то, она правда нет, но где-то как-то, в общем, приносно поздно на спать, короче, я зимала, каждые, наверное, 5 минут, у меня дюси сказал, у тебя, типа, низкое давление, раз зимаешь, или что-то того, но, если бы он меня не игнорил, мы бы все еще, типа, дружили, он, наверное, что-то бы тоже сказал, потому что у меня, как-то, было такое состояние, он мне говорил, он там, предки у него, типа, врачи, и, короче, я подозреваю, что мне только не хватает, уже витаминов, из-за этого недосыпа, постоянного беканита, то, семято, десятое, короче, в общем, я его потом, сегодня, может, вечером все называю, наверное, в общем, что у нас тут, афига взяло, этот уникальный лексир, не имеет противопоказаний, является природным идеем, это имперсант, нежный, навязчивый вкус, нравится, жестовый детям, первый раз помню, когда попробовал, мне очень не понравился, бабушка у меня его пила, иногда, по цвету, похож на обычный, черный чайник, короче, у меня есть вот этот плейлист, третий раз уже рекламировал, сам у себя, моя чайная коллекция, и там есть как раз, вот отдельный павероб, потому что в другом раз уже, говорю про этот видос, длинная иголка, еще бывает короткая иголка, еще бывает совсем мелкая иголка, если вам попадется, какой-нибудь пакетированный, ройбуш без никто, ну или ройбуш без никто, вот сейчас у меня возникло непреодолимое желание, вообще преодолимое, потому что денег вообще ни хрена нету, дофига на это все уходит, с этим переездом, их кроватью и прочим, я бы, путь у меня тысячи древесечный, я бы заказала сейчас, начинку я себе вот всякого разного, ройбушин, вообще я бы не отказалась, если кто не трешил, прислать эту ройбуш в дар, на безразвестные петли, ой, эта штучка сломалась, а скрепочки у меня в той комнате, если вообще еще есть, главное, чем крути, я бы не отказал, про чай я забыла, практически остыл, берется потом горяченького, наливать и потушить, как бы карельский подзам, но не пропадать что-то было, но я как дошла, в общем, всем спасибо за просмотр, если верите, я правда плохо вижу, но по-моему, я полчаса уже тратычу, если верить, моим глазам, до 34 минуты, 0,8 секунд уже, короче, надеюсь, вы ожветили ваши мурашки, и, наверное, уже до встречи в новой хате, в плане СМР, правда, не знаю, когда и что там получится, записать, потому что очень много всяких дел, но, опять же, если вы на себя ищите хоть какой-то переезд, я сегодня вспоминала, что, оказывается, в принципе, не то, что оказывается, я это и так знала, у нас деревенский дом, бабушки, не родовой, но они там, с 10 лет ее жили, половина дома была чья-то, половина друг, их половина, в общем, на отвесе не был дом деревянный, и они его продали, когда мне было 3 года, и вот купили как раз ту дачу, которая, ну, деревенский дом, это я называю дача, на самом деле, это просто деревенский дом, мне русские всегда степут меня, они обещаются, или как-то ругаются, точно называют деревню дачи, и, в общем, купили деревенский домик в другой деревне, как раз, когда мне было 3 года, и вот у меня, это, наверное, можно считать, что это второй был переезд в жизни, в общем, если вы когда-нибудь, куда-нибудь переезжали, просто забирать много вещей, чтобы вы представляете, что это такое. В общем всем спасибо и всем пока.